Май месяц радует солнечной и теплой по-настоящему весенней погодой, потому провести время на свежем воздухе в парке, у водоема и других местах отдыха стремятся многие. Правда, далеко не все делают это цивильно и культурно, некоторых вовсе не смущают оставленный мусор на месте посиделок. Так вот, уже второй год по инициативе районной администрации в Щелкове-7 проходит акция «Чистый лес», название которой говорит само за себя. На уборку территории на этот раз вышло более 300 активистов от мала до велика. Это жители Щелкова-7, финского, богородского, а также соседних садовых товариществ. Поддержали акцию местные депутаты. Акцию проводим второй год уже подряд. Намного меньше мусора стало в лесу. Я думаю, что мы сегодня добьем всю эту территорию, очищем. И все-таки люди поймут наконец-то, что не нужно на природе у нас мусорить. Как известно, совместный труд объединяет и приносит пользу. Очистить лес от мусора и тем самым помочь природе – общая задача. И чистота окружающей среды зависит от нас. Примечательно то, что в этот же день по всему Подмосковью проходила акция «Лес Победы». Тысячи людей вышли на посадку молодых саженцев во всех уголках Московской области. Но вопрос сохранения окружающей нас природы в ее первозданном виде не менее важен, как считают активисты акции в Щелкове-7. Пруды микрорайона и привлекающий к ним лесной массив – излюбленное место отдыха местных жителей. А потому избавить от мусора уголок природы многие вышли целыми семьями. Активно поддержала акцию молодежь. Уже с юных лет ребят волнует вопрос состояния экологии. Я решила принять участие в этой акции, потому что я хочу сделать лес чище. Если не будем убирать мусор, он будет накапливаться. Это будет уже не лес, а мусор. Чтобы приятно было ходить в лес, отдыхать, нужно убираться. Это важно для наших детей, чтобы было, во-первых, где погулять, чтобы чистая вокруг природа была. Это очень важно. Хотим, чтобы было чистенько. Даже придем еще раз. Это важно убирать лес? Ну да, это важно, чтобы все было идеально. Важно убирать лес, чтобы мы не жили в грязи и не дышали грязным воздухом. В результате удалось очистить территорию, равную 8 гектарам, собрать 16 кубов мусора. А после хорошей работы, уже по сложившейся традиции, полагается вкусный горячий обед. Полевая кухня прибыла вовремя, так что голодных не осталось. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».